Здравствуйте, уважаемые зрители! Часто некоторые авторы упрекают Жукова и Конева в неоправданных лобовых наступлениях на Ржев. Но при этом они, вспоминая о верхнем течении Волги, забывают напрочь, а может и умышленно умалчивают, что было в ее нижнем течении в Сталинграде. А там же немцы занимались примерно тем же самым. Шло большое оппозиционное сражение. А почему немцам так понадобился опаленный войной Сталинград с лесом печных труб, давайте разбираться. По плану Блау Сталинград брать не собирались, было достаточно авиации выбить его промышленные объекты. И в принципе это было сделано. А войска были уже на берегу Волги в конце августа. Так, в ходе прорыва 23 августа 1942 года образуется так называемый палец, по которому сразу бьют наши войска во фланг. Но срезать его не получается по ряду причин. Затем немцы расширяют прорыв, а бои переносятся в город. При этом атаки советских войск под командованием Рокоссовского продолжаются в районе Котлубани. И Паулюс вынужден держать значительные силы своей 6-й армии против них. В идеале для немцев было собрать ударный кулак и разбить Рокоссовского. А вот нет, в Сталинграде в это время насмерть дралась 62-я армия Чуйкова и слабину ей немцы давать не собирались. Поэтому в Берлине решают сначала дожать войска Красной Армии в городе, которые были более уязвимыми, а затем разбить советскую группировку на северном фланге и перейти к прочной обороне. Кавказскую нефть немцы взяли еще в середине августа 1942 года. Врагу ее было достаточно, и удержание даже таких позиций сулило им хорошие перспективы. А я замечу, из-за потери части месторождения и перехвата Волжского пути в СССР в первой половине 1943 года наблюдался топливный голод. А что бы было, если бы враг сохранил позиции августа 1942 года? Да все было бы печально. Ну а Красная Армия изматывает врага в вязавшегося в уличные бои, выбивает не только пехотные, но и танковые части. И как итог Паулюсу парировать уран в середине ноября 1942 года было уже нечем. Враг попадает в котел и теряет все. По итогу даже ржев к марту 1943 года. А на этом у меня все. Всем большое спасибо за внимание. До скорых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!